Советская 16-1. Долгие годы по этому адресу располагается всем известный магазин «Детский мир», где можно найти тысячи товаров и принадлежности к школе, начиная от канцелярии и заканчивая одеждой. Последнее представлено широко и в разном ценовом диапазоне, в зависимости от потребностей, вкуса и семейного бюджета. На выбор комплекты и отдельные изделия. Продукция десятка производителей, среди которых и брески. Например, панда и бурвин. Основными поставщиками являются предприятия концерна «Беллехпрома». Но достойный ассортимент нам предлагают и частные фермы. Одежда модная, удобная, отличается комфортностью, элегантностью. Настоящий бум среди покупателей начинается с конца июля. Но немало и тех, кто решил не затягивать с подготовкой к школе, а заранее изучить ассортименты цены. «Одна в первый класс пойдет, вторая в третий. Собрать, конечно, проблемно. Трое детей в семье тяжело. Ну, выбор хороший есть, из чего выбрать. Можно и бюджетные купить, и подороже вещи. К школе выделяется помощь. Я не помню, сколько, сто с чем-то там, вроде рублей. Ну, так что, есть помощь. Это хорошо, что помогает государство». «Я хочу к школе белую блузочку, черную юбку и красивый портфель. «В какой класс идешь?» «В третий». «Я померил довольно большое количество одежды, и, конечно, можно выбрать из этого всего. Но надо еще выбрать к школе и рюкзаки, и пеналы, и так далее». В этом году родители озадачили. Необходимо не только подобрать форму определенного стиля и цвета, но и купить обязательный единый элемент. У каждой школы он свой, будь то галстук, жакет или жилет. Но вовведение порадовало не всех, но правила на то и существуют, чтобы их соблюдать. «Думали, плача купить, но сказали купить жилетки и блюжки. Мы с мамой очень расстроились». «У нас черный пиджак должен быть и галстук. Пиджак я уже нашла, здесь тоже есть. Но мы уже купили пиджак черный. Сейчас пока ищем брюки, рубашки». Не менее важен и выбор школьного ранца. Для малышей он должен быть удобным и вместительным, выдерживать немалые нагрузки и при этом не деформировать позвоночник. «Рюкзак для малыша должен быть обязательно с жесткой спинкой, которая не будет гнуться. лямки должны быть широкие, чтобы не резали плечи. Рюкзак должен быть из водонепроницаемой ткани, чтобы учебники не помялись, не намокли, если будет непогода. Далее, когда примеряем рюкзак ребенку, он должен быть не выше, чем плечо, потому что будет громоздкий очень, и ребенку будет неудобно. Также он не должен быть широким и не тяжелым. То есть оптимальный вес – это где-то килограмм-килограмм 100». Остается отметить, что в магазине действуют скидки акций, а их наличие можно узнать у сотрудников.